Останки 82 солдат были захоронены в Ленинградской области. Две недели там работал военно-исторический лагерь «Волховский фронт». Его участниками стали члены поисковых отрядов России, Германии, Литвы, Латвии, Белоруссии и других стран СНГ. Свою палатку в полевом лагере разбили и представители Ненецкого округа. Звук стреляющего оружия и боевые машины для них вовсе не забава. Так, члены поисковых отрядов пытаются окунуться в дни военных лет, когда на Синявинских высотах шли ожесточенные бои. После них на огромной территории остались лежать сотни тел солдат и командиров. Сегодня, спустя 70 лет, их останки извлекают поисковики. Лагерь проходил на территории Кировского района Ленинградской области. В окрестностях известного мемориала Синявинские высоты. Это место, где проходили очень ожесточенные бои, связанные с прорывом блокады Ленинграда. На Синявинских высотах покоятся погребенные и непогребенные. Довольно-таки много бойцов из Ненецкого автономного округа. Обнаружить их останки в этот раз не удалось. Однако более 700 поисковиков из 47 регионов России, а также гости из Литвы, Латвии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана не делили находки на свои и чужие. Их цель – предать земле тех, кто отдал свою жизнь во имя мира. Бойцов находили как по отдельности, так и в санитарных захоронениях. Они появлялись после крупных сражений. Убитых с поля боя хоронили в одной яме, дабы избежать распространения инфекций. Поисковики обнаружили такое захоронение. Там покоились тела 462 воинов 71-й стрелковой дивизии. По именным вещам и медальонам удалось установить фамилию 21 бойца. Более 30 предметов, найденных в могиле, отправились на экспертизу. Останки каждого бойца поместили в отдельный гроб и перезахоронили в братской могиле. Параллельно с раскопками в лагере работала школа начинающих поисковиков. Их познакомили с методами подъема останков, показали, как правильно оформлять поисковую документацию. С ребятами работали историки, антропологи, специалисты по чтению солдатских медальонов, форме и снаряжению советских и немецких солдат. Такие знания поисковикам необходимы. Сегодня на всей территории России работают так называемые черные копатели. Они занимаются поисками боеприпасов, оружия, медалей и других ценных предметов. Недолжное обращение с могилами не только мешает поисковикам установить личность, но и по всем правилам захоронить воина. Общероссийская организация «Поисковое движение России» уделяет обучению волонтеров большое внимание. Было поднято в ходе экспедиции 544 бойца и командира Красной Армии. Это, на мой взгляд, за две недели было очень много. То есть в день поднимали по 60 бойцов. Мы, например, последние два дня работали. Наш раскоп составлял порядка 70 кубометров. Объем его был. Можете представить себе. Продолжать свою неоценимую работу поисковые отряды намерены в следующем году. На карте Северо-Запада остается много неисследованных мест сражений. Это Карелия, Мурманск, Ленинградская область. Поисковики Ненинского округа уже решили принять участие в работе военно-исторических лагерей. Валентина Чибичек, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Его вторая рука...